Приветствую вас, мои дорогие! На связи Мария Шахудинова. И сегодня я предлагаю посмотреть вам такую тему, как «Я не чувствую радости, я не знаю, чего я хочу, чувствую апатии, не понимаю, куда мне двигаться дальше». И вот это вот состояние какое-то непонятное, да, то есть вроде всё хорошо или, может быть, даже не очень хорошо, но чувства радости внутри нет, чувства, ощущения удовлетворения от жизни нет. И сегодня я предлагаю вам посмотреть ваше бессознательное поле, то, что происходит, и сделать мини-трансформацию для того, чтобы вы уже обрели счастье, спокойствие, гармонию в душе и жили эту счастливую жизнь. И для тех, кто не знает, я делаю расстановки через карты Таро. У меня есть такая классная колода, которая называется Таро Светлого Провидца, очень волшебная, очень замечательная, и она пришла для меня как раз-таки работать через расстановки. Не просто фигурками, а именно через карты, которые всегда попадают в точку, и таким образом мои клиенты получают изменения в жизни, когда мы с ними работаем через бессознательное поле, через расстановочное поле с помощью карты Таро. Это не гадание, я сразу говорю, это полноценная расстановка. Поэтому давайте начнем. Делаем глубокий вдох, почувствуйте поле своей жизни, сам настройтесь с ним, представьте, что это ваша реальность, ваша жизнь, то, что сейчас происходит. Подышите, очень классно сделать несколько глубоких вдохов через нос и выдох через рот. Сфокусируйте на дыхании. И сейчас я настраиваюсь на ваше пространство, на тех, кто будет смотреть это видео, для того, чтобы трансформировать те причины, по которым вы не чувствуете радости, по которым вы ощущаете внутреннюю апатию, по которым вы потеряли смысл жизни, ищите себя. Делаем вдох. И на выдохе я ввожу в поле первую фигуру. Это фигура вас, это вы. Представьте, что перед вами есть фигура. Фигура в виде карты. Просто почувствуйте. Ощутите. Как вам здесь? Что вы чувствуете? Обратите внимание на ощущения в теле. Тело сжимается. Или, наоборот, расправляется. Как вам здесь? Уютно, неуютно? Комфортно, некомфортно? Страшно, не страшно? Раздражает, не раздражает? Нравится вам эта фигура или нет? Это вы. Вдох, выдох. Это вы. Это ваша фигура. Вы в этой линии жизни. И вот как вам здесь? Доверяйте первым чувствам, первым мыслям. Кто-то может чувствовать, не получается чувствовать, но приходит какая-то первая мысль. Доверяйте первому, что приходит. Маленькая вот здесь, большая, беззащитная. Какая? Отлично. И сейчас я введу в поле еще одну фигуру. Я ее уже назначила. Вдох, выдох. И ввожу в поле еще одну фигуру. Почувствуйте, как изменилось ваше состояние, когда в поле вошла еще одна фигура. Сейчас озвучу, что это за фигура. Вы пока отследите, как поменялось ваше состояние. Что вы чувствуете? И наверняка вы как будто развернулись к этой фигуре и смотрите на нее. Повернитесь лицом к этой фигуре и посмотрите на нее. Как вам эта фигура? Какая эта фигура? Большая? Больше вас? Меньше вас? Раздражает она вас? Или вы ее боитесь? Сильнее она вас? Или нет? Чувствуете ли вы любовь к этой фигуре? Или наоборот, какое-то презрение, неуважение? И все, что первое приходит, доверяем. И сейчас я вам расскажу, что происходит в вашем поле и причина тому, почему нет радости, почему вы в постоянных поисках себя не знаете, куда себя деть. Внутренняя апатия, неудовлетворение жизни. Давайте мы посмотрим, какая фигура вас. А фигура-то как раз-таки прекрасная. Но в конспекте этого расстановочного поля причина тому, что происходит у вас, у вас погас просто огонь жизни. Нет энергии, нет сил. Те идеи, которые приходят к вам, они не реализуются. Просто потому, что нет энергии огня. И вот этот лев, это на самом деле часть вас. Она как будто отошла в сторону и наблюдает за вами. Но создали это вы все сами. Вы на секундочку пока, пока отсоединились со своим внутренним любовью, со своей харизмой, со своей силой. Для чего? Сейчас мы узнаем. Для чего? Давайте мы открываем эту карту. И вот эта фигура, мои хорошие. Смотрите, какая фигура. Вообще, это карта повешенного. Эта карта ваша жертвы. Это жертвенность. Это когда мы жертвуем собой так же ради других. Жертвуем собой ради какой-то цели. А еще это когда мы занимаем позицию жертвы и почему-то решили, поверили в то, что мы бессильны перед какой-то ситуацией. То есть что-то сильнее нас, что-то неподвластно нам. То есть мы как будто снимаем ответственность за происходящего. Но все очень просто. Почему просто? Потому что это кто-то из предков вашего рода, кто пожертвовал собой ради других. Либо это раскулаченный, либо это тот, кого повесили. И вся правда в том, что наше бессознательное всегда помнит об этом. У нас есть клеточка ДНК, которая несет в себе память наших семи поколений. 128 человек и их истории находятся внутри вас. И поэтому сейчас вы проговорите, вдох-выдох и проговорите. Я осознаю, что причина происходящего в том, что в бессилии и в апатии я помню о вас. Что в этом я чувствую связь с вами. И даже если хочу по-другому, в память о вас, я буду жертвовать собой. Я буду ощущать бессилие. И оказывается, я не разрешаю себе быть счастливым, счастливой просто потому, что осознаю ваша жертва. Я осознаю, что власть, правительство было несправедливым по отношению к вам. И поэтому какая-то часть меня борется с этим, отвергает это, осуждая, делит мир на черное и белое, на справедливо или несправедливо. И поэтому я буду точно так же, как и вы, страдать и нести эту боль в память о вас. Вдох, глазки у вас закрыты, выдох. И представьте, видите, сейчас придут именно те предки, кого раскулачили, кого обездолили, о ком забыли и исключили, кого повесили, кого наказали. Всех тех жертв, власти или какой-то несправедливой ситуации все сейчас станут перед вами вдох, выдох, все станут перед вами. просто увидите и проговорите. Я ваш подонок. и сейчас я осознаю, что все, что я чувствую, это только для того, чтобы принять вас, увидеть вас, осознать вас и дать вам место в моей душе. И я даю вам место и признаю ваш выбор, выбор вашей души пройти этот опыт. и оказывается, что все, что вы прошли, прожили, вся ваша жизнь была правильной. так было нужно для всех. И с этого момента я больше не спорю с системой жизни, с системой рода и с выборами ваших душ. я больше не пытаюсь оценить вашу жизнь и делить на все, что было у вас, на справедливо или нет. Потому что все, что произошло, было правильным. потому что жизнь продолжается и наш род продолжается. И так было нужно. Вдох, выдох. И я уважаю ваш выбор пройти этот опыт. и возвращаю вам то, что бессознательно взяла, взял у вас. И вот эта боль, чувство апатии, непозволение ощущать счастье, серость жизни, все, что вы чувствуете прямо сейчас возвращаете. в виде какого-то образа вытаскиваете из своего тела, из своего сознания, своей головы, из ног, из рук. Все, что бессознательно взяли, возвращаем в виде какого-то образа. Доверяйте тому, что приходит. Вдох и на выдохе все, все, все отдаем. Все отдаем. Возможно, кто-то из предков подойдет и поможет вам. Со словами «Это мое и больше этому у меня не учись». У тебя другая история. И мы достаточно отстрадали, мы достаточно уже за все заплатили. И тебе тоже точно не нужно, точно не нужно больше страдать. вдох и на выдохе увидь, как весь рот все эти предки благословляют тебя на счастье и просят быть счастливым в память о них. И сейчас глядя каждому в глаза просто знанием или ощущением проговори. «И с этого момента в память о вас я буду счастливым». И поворачиваешься спиной к своим предкам и больше в их сторону не смотришь. почувствуй за своей спиной силу твоего рода. Почувствуй за своей спиной 128 человек как минимум, 7 поколений как минимум. Почувствуй силу своего могучего рода. Они за твоей спиной. Это твоя опора. Это твои два мощных сильных крыла род папы и род мамы. И с этого момента они передают тебе только любовь. И чувствуя любовь тебя благословляет на счастье. Любовь исцеляет все сферы твоей жизни. Любовь исцеляет твое сердце, твое тело, твою душу. Увидь какая жизнь, когда ты берешь от рода не их негативные сценарии, смотришь, не осуждаешь, не оцениваешь, берешь только любовь и чувствуешь за это благодарность. Побудь в этом, дай себе время, наполнись этой любовью и когда будешь готова, сделай шаг вперед в свою жизнь, в свой путь. и жизнь, не негативно не , не ты , не